Здравствуйте! В эфире программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Ковид-19. Меры по усилению профилактики в регионе обсудили на оперативном штабе. Взаимообучение городов. О новой форме сотрудничества российских педагогов рассказали на пресс-конференции. Поддержать реальный сектор. Вопросы дальнейшего развития республики обсудил Высший экономический совет. Сегодня у 43-х жителей Чувашии подтвердились анализы на коронавирус. Итого, по оперативным данным, в республике 348 случаев заражения COVID-19. 31 человек выздоровел. И сегодня зафиксирована еще одна смерть. По данным Минздрава региона, женщина 67 лет с 17 апреля находилась на лечении в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов-воин. Как пишет Минздрав Республики, у нее были сопутствующие заболевания – сахарный диабет, гипертоническая болезнь, осложненные сердечной недостаточностью. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу обсудили ситуацию в Чувашии и актуализировали задачи на ближайшее время. Первое и главное – реальная готовность коечного фонда специализированных стационаров. Сегодня их 609. Однако некоторые койки подолгу заняты, так как пациентов не могут выписать из-за задержки результатов анализов на COVID-19. Ввиду задержки результатов анализов в лаборатории Центра гигиены, мы не можем выписать пациентов даже при условии окончания их карантинного срока. Что касаемо запасов тестов и реактивов на проведение исследований, они на сегодняшний день в лабораториях подвинутых в Министерстве здравоохранения имеются сроком на 6-7-3 дней. Но в рамках заключенных контрактов поставщики, то есть две компании, которые поставляют по заявкам непосредственно в лабораторию. По мере завершения реактивов и тестов они поставляют. То есть надеяться перебоев не будет. Олег Николаев потребовал ускорить проведение исследований на коронавирус, чтобы не держать пациентов с отрицательными результатами в стационарах. На ЛАТе, пожалуйста, оперативное исследование вот этих людей. Потому что это же, получается, вот вы сами сказали, динамика у нас достаточно серьезная. 43 сегодня, завтра, возможно, будет 35. Ну, дай бог, будет меньше. Но и при этом 51 койка у нас занята здоровыми людьми. Здесь очень важно, как бы, вот этот оборот обеспечить. Тем более это, честно говоря, очень хорошая положительная статика. Сразу же 51 человек, которые выздоровели. Минздраве отметили еще один вопрос, который требует урегулирования. Это дезинфекция квартир, где находится больной с COVID-19. Участники оперштаба отметили, что гражданам необходимо проводить заключительную дезинфекцию своей жилплощади силами специализирующихся организаций. Для защиты жизни и здоровья самых уязвимых правительство республики предприняло особые меры. Были подписаны главой указа о введении режима изоляции в 31 доме-интернате для престарелых и в трех домах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Режим изоляции введен также и для сотрудников этих организаций. Для обеспечения деятельности питания из резервного фонда выделено около 48 миллионов рублей. Еще одна тема – стабилизация экономики. На этапе выхода из самоизоляции разрешат работать небольшим заведением общепита. Распотребнадзор подготовил соответствующие рекомендации. Предположительно, это будут кафе площадью меньше 50 квадратных метров. Отметим, что сейчас разрешено работать только сервисом доставки или еды на вынос. При этом банкеты в это время придется запретить. Важным на сегодня остается соблюдение гражданами норм самоизоляции. В Чебоксарах выявлено 58 нарушений режима теми, кто обязан дистанцироваться. По причине несоблюдения санитарных норм суд приостановил работы филиала компании по производству сантехники в Новочебоксарске. Также в республике в условиях режима повышенной готовности установлены особые порядки передвижения лиц и транспорта. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. По-прежнему самый эффективный метод предотвращения распространения коронавируса – самоизоляция. Жители Чувашии уже четвертую неделю живут в условиях режима повышенной готовности. Чем они занимаются в вынужденные выходные и чего им не хватает, выясняла наша съемочная группа. Четвертая неделя самоизоляции подходит к концу. На улицах города жителей по-прежнему немного. В основном их можно встретить в аптеках, магазинах и на остановках общественного транспорта. Почти все соблюдают меры профилактики. Надевают защитные маски, перчатки и дезинфицируют руки. И все ждут окончания вынужденных выходных. На улицу охота. Только по справкам ходим же. И то, что соблюдаем, 100 метров от дома – все. А ребенок тоже просится на улицу, поэтому пока не выходим. Не хватает свободы действий, потому что дома надоело уже на третий день, что-нибудь хочется делать. Делаем уроки, что еще делать. Сейчас впереди майские праздники скоро. Что вы планируете? Дома сидеть? Придется дома. Иначе у меня теща, которая за 65, заражу, как говорится, опасность заболеть. Сейчас в сад нельзя, туда нельзя. Сейчас бы мы уже в саду были, там ковырялись. Приходится. У супруги помидоры уже большие, их высаживать надо. Вот она все волнуется. Общения не хватает. Вообще, в принципе, надоел дом сидеть. А вот какие-то сверхуслубы, парикматерские, ногти и так далее. Вам как с этим живется? Сами справляемся. Все, сами умеем за собой ухаживать. Я человек уже не молодой, но выходить на улицу мне нужно обязательно. И я в пределах дома, вот у меня буквально 200 метров от дома, я вот здесь и никому не мешаю, и мне хорошо. Скажите, пожалуйста, волонтеры до вас дошли, что-нибудь принесли вам? Как служба работает? Вы обращались к ним за помощью? Я за медпомощью не обращалась, но почему-то моей подруге, она никому не обращалась, к ней пришли. А ко мне нет. Мне девятый десяток уже, я думала, придут. Ну, значит, не до меня. Каждый чебоксарец старше 18 лет может присоединиться к волонтерскому движению «Мы вместе» и оказать помощь нуждающимся. А пожилые горожане попросить о помощи по горячей линии 8 800 201 32 60 26 11 11. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. Решить экономические и социальные проблемы региона призвана комплексная программа развития Чувашии. Разработкой проектов занимается Высший экономический совет республики, в который вошли депутаты Госдумы России и Госсовета республики, эксперты экономики и социологии, предприниматели. Очередное обсуждение прошло сегодня в режиме видеоконференц-связи. От сокращения численности населения Чувашии до изношенных дорог и мостов в регионе целый комплекс общеэкономических и социальных проблем. Оценкой состояния республики Высший экономический совет начал заниматься в конце февраля. Он был создан по инициативе в Рио главы Чувашии Олега Николаева. Цель у нас простая. Цель у нас обеспечить через рост экономики, повышение наших возможностей по улучшению жизненных условий и качества жизни населения Чувашской республики. Чувашии необходима четкая, понятная и осуществимая программа действий. Только так удастся вывести регионы из кризиса, который достался в наследство нынешнему руководству. Предлагаю включить еще в Высший экономический совет руководителей Яндекса. Я с ними переговоры провел, они готовы войти в эту работу. И у них такой взгляд масштабный. Это одна из крупнейших компаний мира. Они, кстати, и хотят в Чувашии реализовывать некоторые проекты. Программа комплексная и должна охватывать все сферы жизни. Предложения и инициативы сейчас собирают и от районных администраций, от депутатов, предпринимателей и жителей Чувашии. Отклика, среди которых было очень много хороших содержательных, поэтому мы их тоже включили как предложения жителей. И у нас получилось так, больше ста предложений, все-таки это уже некоторая выборка. Хотя я попрошу этот процесс продолжить, может быть, сейчас его чуть даже активизировать. Главным итогом работы совета должны стать реальные проекты, которые поднимут экономику и создадут новые рабочие места. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Утвердят ли проект поддержки для арендодателей? Снизится ли единый налог на вмененный доход? И как предпринимателям получить отсрочку банка на самые актуальные вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса? В прямом эфире ответил министр экономического развития Чувашии Иван Моторин. В Чувашии малый и средний бизнес – это почти 8,5 тысяч субъектов. По данным Минэкономразвития, потери бизнеса только в сфере потребительского рынка составят не менее 6 миллиардов рублей. Правительство республики пытается минимизировать убытки. Со стороны правительства страны и Чувашии принимается ряд нормативных актов. Большое решение со стороны президента Российской Федерации было принято по выплате зарплаты в минимальном размере, опять же по пострадавшим, ну вообще в целом по предпринимателям. Можно подать с 1 мая будет соответствующую налоговую заявку, она будет обработана, будет составлен реестр и уже через казначейство федеральное будут осуществляться выплаты. Планируется, что механизм заработает в первой половине мая и выплаты в размере 12 130 рублей получат пострадавшие. Продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов до 6 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям. До 1 мая срочно взыскание ФНС со счетов. Что касается кредитных каникул, то уже одобрено 97 заявок от предпринимателей. Во время прямой линии все желающие могли задать интересующий вопрос. 40% обращений от арендаторов площадей в крупных торговых центрах. Мы ждем решения, если оно не будет принято на уровне Российской Федерации, то свои нормативные документы подготовили, где вид деятельности 68-2 включен. То есть, соответственно, арендодатель может пользоваться всеми формами поддержки. Здесь будут вестись переговоры о том, чтобы вот эти отсрочки или неплатежи на период, особенно когда они осуществляются в торговле, они были доведены уже до, соответственно, и уже арендаторов. Эта тема у нас, наверное, номер один сегодня в министерстве. Сейчас в Минэкономразвитии рассматривается вопрос об открытии торговых центров в мае при соблюдении всех санитарных требований. Пока к однозначному выводу не пришли. Еще один популярный запрос – разрешить работать парикмахерским и салоном красоты. Я в адрес главы подписал обращение, что нами вопрос отработан, согласован с прокуратурой. За час прямой линии поступило около 70 вопросов. На большую часть удалось ответить сразу. Остальные рассмотрят в ближайшее время и ответят заявителям. Для предпринимателей работает специальная горячая линия. Ее номер вы видите на экране. С понедельника по пятницу с 8.30 утра и до половины шестого вечера предприниматели могут получить консультацию по мерам поддержки. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Проверили от технического состояния до манеры вождения. Госавтоинспекторы Чувашии провели профилактический рейд «Автобус». Сюжет наших коллег из пресс-службы МВД Чувашии. Дежурство дорожные инспекторы несли на стационарных и передвижных постах. За сутки они проверили около 400 транспортных средств. Чаще всего выявлялась техническая неисправность, нарушение требований дорожных знаков и правил использования ремней безопасности. В ходе рейда сотрудники госинспекции обращают внимание на путевую документацию, на салон транспортного средства. То есть соответствует техническим требованиям и безопасности дорожного движения. Последнее серьезное ДТП с участием маршрутки произошло в начале апреля в Чебоксарах. Тогда в ходе столкновения легковой автомашины и пассажирского транспорта пострадало 8 человек. Рейды по проверке автобусов в республике будут продолжаться. Госавтоинспекция Чувашии просит относиться с пониманием к профилактическим мерам, которые принимаются для обеспечения безопасности граждан. Какой школа станет завтра? Новые тенденции обсудили руководители почти 100 городских систем образования в рамках проекта «Взаимообучение городов». Это новая форма сотрудничества российских педагогов. Участники пресс-конференции рассказали о механизмах и ближайших планах реализации взаимообучения. У доски стоять, похоже, ученикам не придется. Процесс в прежнем нашем понимании уходит в прошлое. И это еще не все новшества, которые ожидают нас. Готовы ли учителя и другие участники образовательного процесса к такому формату? Новый учебный год, конечно же, должен принести в себе некоторые изменения. В частности, не только изменения материально-технической базы школ, составляющей школ, для того, чтобы были различные гаджеты, планшеты, ноутбуки. Но мы должны понимать, что должна поменяться и психология самих педагогов, учителей, которые должны настроиться в том числе и на удаленную работу, на дистанционное образование. Притом, образование не должно заключаться только в рамках процесса обучения, оно должно быть направлено и на воспитательную среду. Учителя должны пройти качественную переподготовку. Она заключается в том числе в умении использовать технические средства обучения и интернет-ресурсы. Это, я думаю, дело будущего, это государственная задача, безусловно, для того, чтобы наши учителя действительно были высоко квалифицированными и эффективными в формате дистанционного образования. К всероссийскому проекту взаимообучения городов Чебоксары присоединились три года назад для изучения эффективных управленческих и педагогических практик. Опытом делятся посредством вебинаров, селекторов и других доступных форм взаимодействия. Сегодня в повестке дня вопрос, как обучить учителей, не бояться нововведений, как сделать так, чтобы ученики, педагоги и родители стали одним целым. В этот раз в дискуссии участвовали 17 руководителей муниципальных органов управления образования. Так может ли быть обучение дистанционным? Мнения участников в этом вопросе разделились. Невозможно сформировать и чувство коллективизма, невозможно сформировать команды, ту, к которой мы привыкли. Мы хотим видеть в своих классах руководителей. Это хозяйные родители, как Берлий Исааков Ильич отметил. Мы хотим ночных встреч, мы хотим классных часов, мы хотим экскурсий. И никто не отменил задачу учителей все эти разумные, добрые, вечные. В качестве личного опыта Чебоксары презентовали дистанционный образовательный проект «Марафон открытых эфиров». На следующей неделе мы запускаем классный час онлайн, родительский час онлайн. Также будут проводиться научно-практические конференции в электронном формате. Все это сделано для того, чтобы вся воспитательная среда не пропала в условиях дистанционного формата, а была востребована, использовалась. И наши школьники, конечно же, чувствовали, что они хоть и не находятся в стенах школы, но все же они находятся за партами. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Валерий Резюков, Республика. В питомниках Республики сейчас горячая пора. Идет работа посеву лесных растений для лесовосстановления. Твердолиственные и хвойные породы деревьев. Всего 300 тысяч саженцев готовят к посадке и в Табурдановском питомнике Канажского района. Ели, лиственницы, сосны. Двухлетний молодняк уже готов к новоселью. Совсем скоро этот зеленый десант высадят в леса. Молодняк пойдет на восстановление тех участков, которые наиболее пострадали от природных катаклизмов. Здесь мы выращиваем сосну, ель, лиственницу, липу, дуб, ну и кустарниковые породы для озеленения. Тую маленечко тоже выращиваем для озеленения. Ну и ежегодно мы где-то порядка 300 тысяч стандартного посадочного материала получаем. Сейчас хвойные семена будем сеять, лиственницу, сосну, елку. Ну и как заметили, дуб и липу мы высеваем осенью. В каждой связке по 50 штук. В этом году партии сеянцев готовят заранее. В прошлом году в питомнике вырастили около 200 тысяч штук стандартного посадочного материала. В этом план выше на 100 сеянцев. Специалисты отметили, что с каждым годом площадь лесовосстановления увеличивается, как и растет потребность в посадочном материале. К тому же по погодным условиям в республике лесокультурные работы стартовали раньше обычного и, возможно, пройдут сжатые агротехнические сроки. Наталья Мальчикова, Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика. Изучаем руническую письменность. Ко дню чувашского языка национальное телевидение запускает серию познавательных видеороликов. С виду простые, но удивительно многозначные и емкие. Своеобразной графикой, сложившейся в форме рунического письма. В далеком прошлом, как и многие другие народы из древней культуры, пользовались и чуваши. В народе рунические письмена были распространены очень широко. Воспроизводились они на различных предметах, материалах и в различной технике. Каждый символ – тайна, раскрыв которую, приближаешься к древним корням своего народа. В эфире национального телевидения «Чувашия» мы начинаем изучать многогранные значения рун. Серия роликов посвящается приближающемуся дню чувашского языка. Это знак, наши предки понимали как солнце, наши предки его понимали как божество. Поэтому у нас выражение есть, до сих пор сохранилось в народе, арсин мы говорим. Это у нас мужчина, да? Да, да, да. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Оставайтесь дома, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова